Всем привет! Днепр на связи. 7 сентября. 10.02. Ну что, друзья, прошла очередная ночь. К удивлению, ночь у нас прошла спокойно, без сигнала воздушной тревоги. Как в 6 вечера был отбой, так они больше не раздавались. С утра же уже у нас вот завершился, сейчас должен завершиться второй сигнал воздушной тревоги. Один начался в полвосьмого до восьми, этот в полдевятого. И, друзья, были слышны взрывы. В районе 9 утра сначала сообщалось о разведывательном беспилотнике, который с области летит к нам, к городу. В пригороде прозвучал взрыв, возможно, вы его слышали. И в небе был характерный след от работы ПВО. Предварительно неофициальные источники сообщили о том, что это был разведывательный БПВА. И затем уже в полдесятого вновь был повторный взрыв с характерным следом в небе. По нему пока информации не предоставляли. Но могу предположить, что это тоже разведывательный БПВА. Очень активная разведка, друзья, в областях. Все мы понимаем, что за этой разведкой может последовать. Что еще у нас на повестке дня? Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о том, что с вечера в течение ночи по Никополю наносилось 4 удара. Были применены дроны Камикадзе и тяжелая артиллерия. Последствия, которые были нанесены, выясняются. Главное, без жертв. В остальных громадах области и района ночь прошла тихо. Такие вот дела. Далее, друзья. Не выдерживают нервы или, может, неразделенная любовь. Может быть, что-то еще. В общем, в Днепре девушка выпрыгнула с окна многоэтажки. Трагедия случилась на проспекте Героев. Погибла. Хотя очевидцы сообщали, что когда она только приземлилась, еще дышала. Но по приезду скорой они смогли констатировать только факт смерти. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы. И, друзья, у нас был заминирован Мосс-Сити. Проснулся минер. Всех посетителей эвакуировали, вывели. Приезжали взрывотехники. Но вновь ничего не обнаружили. Что еще, друзья? Трамп сделал сенсационное заявление. Все, справился с этой задачей. Сенсационное заявление. Что может снять санкции США с России, если победит на выборах? Так как считают, что они ослабляют доллар. Об этом сообщает издание New Republic. Трамп говорит, прямая речь. Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Я хочу использовать санкции как можно реже. Вот такое вроде как у нас заявил Трамп. Владимир Зеленский сделал тоже заявление. Был он на заседании Рамштайн. Затем он посетил Италию. Там какой-то форум был с очень замудроватым названием. Вот сказал Зеленский. Мне жаль, что мы не можем ударить по Кремлю. Вот такие дела. Далее, друзья. Украинский прокурор Артем Бояренко поднял тему лудоманов и игровых автоматов. Вкратце, кто не в курсе, друзья. У нас азартные игры, вроде как, именно игровые автоматы запрещены. Официально разрешены они только в отелях. Там с определенным количеством звездочек и с лицензией. Но по городу полно таких подпольных игровых автоматов. Чёрная дверь без вывесок, просто звоночек. Ну и местные знают, где можно поиграть. Рядом обычно со всеми этим находятся ломбарды. Потому что зависимые люди, они выносят всё из дома. Они, что-то если есть у них, они чувствуют, что сейчас отыграюсь. Идут быстренько в ломбард. Часто ломбарды в том же здании, что игровые автоматы. В одном помещении. В общем, достаточно большая проблема. Игровую зависимость уже признают на уровне с наркотической, с алкогольной. И поднималась тема того, что у нас среди военных на фронте тоже очень много игрозависимых. Когда у них там свободное время. Сейчас всё это в телефоне, в смартфоне. Нажимай, клацай, крути эти слоты. Понятное дело, что выиграть у системы практически нереально. Она моёт кому-то чуть-чуть денежек дать, чтобы загладить статистику. Но в основном, конечно, всё проигрывают. И поднимали эту тему, что военные чуть ли не всю свою зарплату некоторые просиживают и проигрывают в игровых автоматах. Так вот, что он написал? Это украинский прокурор. Он говорит о том, что прокурор Офиса Президента, Офиса Генпрокурора, Артём Бояс, разместил колонку в западном СМИ. Из неё следует, что ВСУ финансируется за счёт лудоманов. А егорный бизнес платит миллиардные налоги. Поэтому закрывать его нельзя. Хотя, по мнению, ну это те, что официально, типа там, фаворит Бет, ставки на спорт. А те вот эти подпольные, что они платят? Их типа не существует. Они же типа запрещены. А полиция на вызовы не реагирует. А если и приезжают, то там всё по звонку. И через день опять эти игровые автоматы работают. Такая вот реалия. Как будто прокурор Офиса Генпрокурора об этом не знает. Ну-ну. Так вот, что он и говорит. По мнению господина Бояренко, наиболее развитая отрасль экономики, которая даёт больше всего прибыли в Украине, это игорная сфера. Соответственно, люди, зависимые от азартных игр, наполняют украинский бюджет, из которого потом обеспечивается армия. Получается, лудоманы кормят украинское войско. Объясняется поведение Бояренко, который топит за игорку, просто в Офисе Генпрокурора. Он известен как то ли смотрящий, то ли куратор именно за этой сферой. То есть он крышует игровые автоматы и вот пытается их вот так выбелить. Ой-ой-ой-ой-ой. Представляете, что творится? Кстати, вот журналисты пишут, что мысль Бояренко о том, что ВСУ держится на лудоманах, подхватили российские СМИ, разносят эту информацию на своих просторах и пишут, что это не все, чем отличился прокурор. Он засветился в сотрудничестве с российским проминвестбанком в 2017 году. В качестве следователя помогал за долги отобрать изюмский тепловозоремонтный завод. В материалах суда множество фактов о том, что он приложил немало усилий, чтобы этот завод не вернулся в Украину. Остался у российской Укрпроминвестгрупп. А это, между прочим, стратегическое предприятие, которое бы точно не помешало в воюющей стране, пишут журналисты. Вот такие, друзья, дела. Что еще? ТЦК спасли мужчину. Вот с такой новостью выступили львовские СМИ. Пишут о том, что повестка и визит ВЛК, до военно-врачебной комиссии, спасли львовину жизнь. Мужчина проходил обследование перед военной службой, и у него обнаружили ВИЧ. Его отпустили, и он ушел, недооценив проблему. Через 4 месяца он обратился к специалистам, когда уже не мог дышать самостоятельно. Самостоятельно. Врачи уже знали его диагноз. Диагноз. Что я имею в виду? Диагноз. Поэтому быстро назначили лечение. Что, друзья, ну... Ой, очень нехорошо себя чувствую. Поэтому как-то... Такое. Что еще, друзья? Вашингтон-джернл сообщает о том, что Иран уже отправил баллистические ракеты в Россию. Об этом США сообщили союзникам. Далее. Зрада, который... Зрада, зрада, друзья. Зрадонька. Следователи ГБР ошиблись. С такой вот новостью выступили некоторые СМИ. Призначили, в общем, раз министра. Вчера, чипа, завчера молодежи и спорта. Ним стал Бедный. Фамилия Бедный. Я еще обратил внимание, срю на него. Такой, как вот вид у него такой интересный. Вот интересный вид. Такой, знаете, пацанчик с района. Вот гопота. Бородатый. В общем, что? Бедный. Обвинили Бедного в том, что он сотрудничал с партией регионов и сейчас имеет связи с Россией. Вот Бедный, это сказал Небела. Небела ничего. И в чем еще его упрекают? В том, что его жена владеет частью бизнеса отца, который подозревается в сотрудничестве с россиянами. То есть его тесть. Бедный женат на Виктории Дашутной, дочь экс-народного депутата от партии регионов Дашутина. В 2023 году задержали этого экс-депутата, который продавал комплектующему российскому военно-промышленному комплексу с 2014 года. Бедный же заявил, что его жена никаким образом не привлечена в процессы, о которых говорят правоохранительные органы. И что он не интересуется делами своего тестя в тюрьме. А альтернативные источники говорят наоборот. Что тесть его и продвигает, тесть его и финансирует. И вот благодаря тести он сейчас в политике. Вот такие дела. Что еще, друзья? В украинском информпространстве была информация утром о том, что вследствие удара беспилотников в Воронежской области повреждены склады с боеприпасами, вследствие чего была сильная детонация. И местной власти пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов в регионе. Что еще? Еще глава Объединенного комитета начальников штаба США сказал, что отвоевывание всей территории это до сих пор стратегическая цель Украины. Вот так вот. Что дальше? Литва выделяет Украине 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов Поляныцци. Об этом сообщает Камышин. Примерно получится 10 ракет-дронов купить страны Балтии. Пример для всех остальных стран наших союзников сказал Камышин и обвинил США. Говорит, тут возникает вопрос, если США не хотят позволять нам бить своими ракетами по РФ, то профинансируйте нашу ракетную программу. Но нет, они тоже этого не хотят делать. Ай-яй-яй, пиндосы, зарада. Что еще? Министр обороны США Остин о передаче ракет Киева, вернее о непередаче дальнобойных, он сказал, что я не верю, что какая-то одна конкретная способность будет иметь решающее значение. Украина обладает собственными средствами для решения задач. У них есть штормшедов. Русские перенесли свои аэродромы за пределы атаки Атакамс. Вот такие, друзья, дела, такие новости на данный момент. Ночью достаточно много было БПЛА в воздушном пространстве Украины. В нашу область они не залетали, а так было больше 50 штук. Посмотрим, что там Евлаш наисчитают. Позже выйдем на связь, расскажу. В общем, друзья, был уже отбой сигнала воздушной тревоги. На данный момент тихо. Берегите себя, берегите своих близких. И до нового выхода на связь. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok